МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители могут покататься, если говорить о центральной части города, это у нас стадион «Динамо», парковая зона стадиона «Ленина», в Кировском районе стадион «Нефтяник» предоставляет услуги стадион «Долизель», в железнодорожном районе это стадион «Заря» и в индустриальном стадион «Юность». Вот на этих объектах, на больших стадионах, если будем говорить так, может покататься наш житель города Хабаровска. Выбор мест для катания на открытых катках у хабаровчан очень обширный. Разница только в предоставляемых услугах и цене входного билета. Самым популярным местом у горожан стал каток на набережной. Выход на лед бесплатный, взять коньки на прокат можно за 200 рублей в час. В прокате работает мастер по заточке коньков, также там можно сдать обувь на хранение и перекусить, либо согреться горячим чаем. Также для хабаровчан работает каток в парке Гайдара. Вход со своими коньками для взрослых стоит 100 рублей, для детей 50. Стоимость проката от 100 рублей в час. Кроме того, недавно открылся бесплатный каток в парке имени Гагарина. Рядом с ним есть пункт проката и заточки коньков. Массовое катание также организовано на стадионах «Заря», «Юность» и «Нефтяник». Стоимость входного билета варьируется от 110 рублей для взрослых и 50 рублей для детей. Прокат обойдется столько же. Следующий в списке каток на стадионе «Динамо». Вход на него стоит 150 рублей для взрослых и 100 рублей для детей. Стоимость проката от 100 рублей в час. По такой же цене можно сходить и на каток на территории Докарусь в южном районе города. На набережной нравится. Очень красиво туда хожу, любуюсь. Как детки катаются. Мамы с папами молодые. Учат детей, очень нравится. Естественно, нам больше нравится тут на стадионе. Тут и обстановка праздничная, и народу больше. Естественно, сходы. И лед тут неплохой. Самый классный каток на стадионе Ленина. Там так красиво сделали вообще. Прям круто. Отдых прекрасный. Можно покататься, можно согреться. Зайти в само здание дворца. Там чай, кофе, все, что тебе надо. Вообще сделали прекрасно. Ёлки настоящие, украшенные. Мы каждый вечер ходим. Поиграть в хоккей, а также научиться кататься на коньках дети могут на дворовых площадках. Их в Хабаровске в этом году более 70. Причем на 10 из них работают инструкторы. Сюда смотри. Эту коробку по переулку-антенному ежедневно посещают десятки детей. Одни играют в хоккей с мячом, другие пробуют силы в фигурном катании. Весь тренировочный процесс проходит под чутким контролем инструктора Леонида Белецкого. Военный пенсионер сам готовит лед, руководит бесплатным прокатом и обучает детей кататься на коньках. У дяди Леони, так ласково его называют дети, занимаются хоккеем с мячом даже и девчонки. Десятилетняя Катя наравне с мальчишками уже без труда играет в защите, а иной раз и в роли нападающего. Я посмотрела, как мои все друзья играют в хоккей, но и мне захотелось. Инструкторы-методисты работают не только на дворовых коробках. Как дети, так и взрослые могут бесплатно позаниматься с тренером на катке культурно-спортивного комплекса «Арсеналец». Желание, например, человека, который не умеет стоять на коньках, возможность кататься с инструктором, где инструктор ему покажет, расскажет и научит катание на коньках. В новогодние праздники у нас все катки будут работать с двух часов. Тем хабаровчанам, которые решили этой зимой основательно заняться спортом и больше времени посвятить катанию на коньках, инвентарь дешевле приобрести в специализированных магазинах. В детстве катался, в институте катался, вот давно уже не катался, детей поставил на коньки, теперь сам хочу встать. Продавцы советуют при выборе коньков точно подобрать размер ботинок. Они должны плотно облегать ногу, только не забудьте про теплый носок. Ноги не замерзнут, в любые коньки все равно надо пододевать либо термоноски, либо теплые вязаные. Для морозов они в принципе для обычного катания в самый раз, потому что и ценник позволяет, и модель, то есть самая простая такая для катания в самый раз подойдет, даже для игры в хоккей. Кроме хоккейных существует еще три вида коньков – беговые, фигурные и для фитнеса. Представительницы прекрасного пола и те, кто хочет просто научиться кататься, могут остановиться на последних двух вариантах. Просто покататься очень подойдет модель именно фитнес. Фитнес отличается от хоккейных, фигурных и прочих тем, что они сделаны именно с комфортом ботинка. Отсутствует присущая хоккейным защита и они являются доступными в цене. Фигурные коньки отличаются тем, что у них установлено другое лезвие, то есть непосредственно для катания фигуристов. Также в новогодние каникулы с пользой провести время хабаровчане смогут и на закрытых площадках. Для массового катания в городе оборудовано три катка. В индустриальном районе на территории спортивно-развлекательного комплекса «Арены Ерофей», в железнодорожном каток «Лидер» и в центре города жители и гости краевой столицы смогут покататься на коньках в Платинном арене.